Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания. Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Vabon Games. Друзья, пришло время новых экспериментов на канале в NHL18, и сегодня я повторю один эксперимент, который я уже делал, только это было два года назад. Сегодня я попробую обыграть соперника в крагах, друзья. Да, это мои личные игровые краги, в которых я играю в хоккей, компании Bauer, и сегодня я буду в этих самых крагах играть в сетевые булиты. Два года назад я проиграл, но тогда было сложное условие. Я играл, во-первых, за сборную Украины, которая, как вы понимаете, к сожалению, имеет не самый высокий рейтинг, а во-вторых, мне приходилось играть на геймпаде... Блин, его поднять даже сложно. На геймпаде от PlayStation 4. И я объясню, в чём была трудность. Вы знаете, что, если играете в хоккей, что на крагах вот эти большие пальцы, они достаточно массивные, ну, потому что защита тут должна быть хорошая. Вот. И, учитывая, что на геймпаде от PlayStation 4 два стика расположены рядом, вот так вот, было очень тяжело управлять стиками, потому что пальцы сталкивались, и ты просто, ну, не понимал, как это до конца делать. Ну и вообще, как-то кнопки, мне кажется, на PlayStation геймпаде чуть поменьше. А сегодня, во-первых, мы будем играть за хорошую сборную. Возьму, наверное, какой-нибудь All-Star, как минимум. А во-вторых, я буду играть на Xbox One. И здесь у нас расположение стиков более удобное. То есть, у меня пальцы не должны сталкиваться. Курки более массивные. То есть, мне, друзья, должно быть чуть попроще, как мне кажется, но я совсем в этом не уверен. Ну что ж, идем искать соперника, а я вам пока напомню, что сегодня, если я вдруг проиграю в серии до двух побед, то вы, если хотите поучаствовать в розыгрыше 500 рублей, должны написать любой комментарий под этим видео, например, с вашей идеей для новой серии экспериментов, а также подписаться на группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под этим видео. И если я проиграю, то вы будете участвовать в розыгрыше 500 рублей. Что ж, друзья, очень быстро нашелся новый соперник, и он играет за Vegas Golden Knight. Как-то мы в прошлый раз дольше искали игрока с Vegas, но теперь нам повезло, кстати, хорошее соединение. Я, друзья, вообще не знаю, как это получится. Поймите, я не каждый день это делаю, далеко не каждый день. Раз в два года я это делаю. Но мне придется и за Галкипера будет тяжело играть, и за Кучерову, например, будет тяжело забиваться. Но пробуем, пробуем. Блин, первый буллит будет, наверное, самым смешным и самым веселым. Поехали. Кучеров, давай, не подведи, братуха. А, как тяжело! Ну ладно, мог забить сразу, не попал просто в угол, ну потому что большой палец, он не так работает, как без Краги. Ах, как обидно. Ну давай, Василевский, тащить надо, надо тащить, тащить! Хорош, хорош, Вася, тащим! Фу, пованивают немножко Краги. Стиви Стемкос, мне кажется, я тампу взял, а не команду звезд. Ну ладно, в тампе много звезд и забить! Вау, вот это шайба! Вы вопанул, как я флюри, смотрите! Оп сюда, оп! И он уже повез, а я в Крагах это все делал! Друзья, лайк! Полторы тысячи лайков и новая серия, вы помните. Так, бедняжка Маршесо будет следующий бить. Бедненького его ударили. У нас в первом матче там силовой на нем применили. Ох, немножко не успел Василий переместиться. Так, это Остин Мэтьюс, да? Если я ничего не путаю... Остин, Остин, Остин! Мы два подряд забили, друзья! Ну я же говорю, геймпад на Иксбоксе вот в этом плане удобнее. В следующем сезоне мне, к сожалению, придется опять вернуться на Плейстейшн, мне так кажется, потому что очень много все-таки людей именно на плойке играет в НХЛ! Ух ты, повезло мне сейчас! Опачки, главный лизун лиги. Ну-ка сейчас посмотрим, как ты флюри оближешь. Да ладно! Да ладно, я прям ждал, что он на молчаночке, что он откроет угол. О-о-о-о-о, вот загреб, загреб, вернись, пожалуйста, Вася! Ой, ой, он хотел выпендриться, фигушки тебе, вот, видел? Выпендривается он тут. Знал бы он, что я играю в крагах, и еще и выигрываю у него пока. Пока, кстати, пока! Да ладно, угол был открытый, елки-палки. Ну, тяжело, тяжело в крагах направлять, я уже объяснял. Татар, последний бросочек, возможно, последний бросочек, это не точно. Да! 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 Я выиграл, что ли? Неужели я выиграл? Неужели я выиграл в крагах, друзья? Я выиграл одну из серий в крагах? В прошлый раз я, по-моему, один булит всего забил. Ну что ж, идем второго соперника искать. И если я еще и второй матч выиграть смогу, это будет что-то с чем-то. Борная Япония против нас! Ну вот этого даже не ожидать я не мог. Я бы тогда, наверное, тоже какую-нибудь сборную бы взял. Но против сборной Японии я ни разу не играл. Что ж, будет еще интереснее на это на все посмотреть. Тем более, наш соперник, сука, точно не знает, что мы против него в крагах играем. Поэтому шансы, я думаю, у нас равны. Сидни и Кросби. Ну что ж, Сидни. Сидни ты или не Сидни? Сидни ты или не Сидни? Вот это девятка от Сидни Кросби, друзья! В крагах-то, а? Оп! Не девятка, подумал, что девятка. Като или Като? Как правильно произносится? Не знаю, Хенрик Люнквист. Но он куда-то уехал. Таварес. Следующий исполняет свой булитик. Закатывается справа. Подъезжает галки и перу. И не сможет пробить его. Так, следующий булит нашего соперника. И он забивает. Александр Овечкин. Поехали, Саня. Давай, нам надо выиграть. Надо выиграть. Сашенька, да ладно, ну открытый же угол был. Неплохо соперник вратарем действует. Насчет игры в нападении тоже, видите? Все хорошо у него. Ну что же. Да ладно! Да ладно! Так, это может быть последний булит, если он его забьет. А нет, а нет. Нормально, нормально, Лунквист. Так, ну что, надо забивать сейчас обязательно. Да хорош! Да хорош! Ну зачем я так сближаюсь? Проиграл я серию. Вот, говорю, раньше времени порадовался. И переходим в третий матч, господа. Так, 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 господа. Начинаем, начинаем. Нашелся соперник Анахай Майти Даг. Ну классно, что три разных соперника у нас сегодня будет. Хотя, кстати, я не смотрел ники. Может быть, там одни и те же ребятки попадаются. Просто разные команды берут. Ну и у нас, естественно, тоже меняются дивизионы Уолл Старса. И Кейн. Первый его бросочек. Смотрим, что он сможет сделать. Да! Классно! Классно! Вот так вот перебрал, перебрал, перебрал и забил. Так, Ракель. Ну что? Покажешь нам? Ах, да блин, ну там щелочка вот такая вот была. Ну как он туда попал, а? Да, это будет тяжелая серия. Далер Сегин или Сегин. Кто как. Так, ты у нас любишь выкидываться, да, галкипером? И я не успел объехать его. Вспомнил в последний момент, что он выкатывается. Надо просто объезжать. Перей, перей нам не забил. Забил. Ааа! Ааа! Так, Уэллер, ну давай, братуха. И тут, друзья, случился полный пиздец. Моя Авермедиа отключилась, как обычно, не вовремя. И я сразу этого не заметил. Ну а после было вот это. Ай, между ножичек! Ай, между ножичек! Такая пауза! Я аж сам думал, что гола нету, тут же друзья. А тут бах, и между ножичек. Что? Что? Что, мать вашу? Вы чего глумите? Сука! Господа! Я не знаю, у меня остановилась запись. Это пиздец. Очень вовремя Авермедиа. Очень, мать его, вовремя. Я не понял, что случилось. Но, естественно, мне забили гол, потому что у меня черный экран стал. Я пропустил шайбу, которую, конечно же, не должен был пропускать. Да, гол! Гол я сравнял. Может быть, Авермедиа... Нет, не записывает. Нет, все. Я не знаю, что делать. Сейчас просто невозможно в сетевом режиме это исправить. Мне нужно переставлять жесткий диск к себе. Я не знаю, друзья, поверите вы мне на слово или нет. Или мне придется новую серию играть. Если я вообще ее смогу играть. Но я для себя ее сейчас доиграю. Так, ты не должен сейчас забить. Зависла, Вовку? Да-да, не забил. Я знаю, что я сделаю сейчас, пацаны. Я не знаю, насколько это вообще актуальная хрень. Насколько вам все хорошо тут видно. Я не уверен, что вам хорошо все видно. Да, вам вообще ничего не видно. Оу! Оу, вот так вот. Оу! Булит следующий! Поехали! Поехали! Главное, что времени не хватило. Ну все, это жопа. Это жопа. Я просто в ужаснейшей ситуации оказываюсь. Из-за того, что меня подвела техника, господа. Ну ладно, я в крагах, если что, пацаны. Верьте уж, пожалуйста. Ну да. Ну да, это не честно. Нет. Блядь. Ну что ж, друзья, раз уж так получилось, и моя техника меня вновь подвела, то давайте на этом и закончим. В любом случае, если я начну играть новую серию, то это будет не совсем справедливо, потому что та серия была вот такая, тютелька в тютельку, и мог выиграть в ней любой. Поэтому пускай я проиграл, но зато для вас будет розыгрыш. Розыгрыш 500 рублей. И для этого вам нужно написать комментарий под этим видео, подписаться на группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Ссылки находятся в описании. Ну и из тех, кто подпишется, мы определим в следующем выпуске победителя на 500 рублей. Все, спасибо за просмотр. Я надеюсь, все равно вам понравилось. Я надеюсь, что вы поняли, что в крагах можно победить. Делайте дома такие эксперименты с друзьями. Также не забывайте жать в колокольчик, поставить лайк этому видео. Полторы тысячи, и выходит новый эксперимент. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok